Песня «Слава Богу» Песня «Слава Богу» Песня «Слава Богу» Не то что обвиняют, но некий упрек в адрес церкви православной, меньше в адрес нашей церкви, больше в адрес других православных церквей. Обращают упрек в отношении отсутствия возможности для мирян участвовать в жизни церкви. Может быть где-то действительно этот упрек и соответствует реальности. Я знаю такие примеры, но этот упрек не по адресу, если он обращен к русской церкви. Русская церковь единственная из всех поместных православных церквей, которая не просто вовлекла мирян в активную жизнь на всех уровнях. На приходском, на епархиальном, на общецерковном. На которые также дает возможность выслушать голоса мирян, когда множество из них собираются в Москве на рождественские чтения. В каком-то смысле это действительно собор мирян. И он дает очень много замечательных мыслей, соображений, для того, чтобы многое из того, что высказывается, затем находило отражение в реальной церковной жизни. Когда мы начали эту практику проведения широкомасштабных рождественских чтений, то были голоса, которые предупреждали о том, что всякое ведь может произойти. Могут возникнуть какие-то позиционные настроения, которые получат площадку в рамках рождественских чтений. Это может принести урон церкви. Но я был убежден в том, что все ведь зависит от цели полагания. Если человек с чистым сердцем, с хорошими мыслями приезжает в Москву, чтобы вместе со своими братьями и сестрами, вместе с епископатом духовенством, вместе с патриархом поразмышлять о жизни церкви. Если есть что сказать, что-то, что может содействовать укреплению нашей веры. Улучшению нашей работы, направленной на то, чтобы вера православная возрастала в сердцах людей. Нашей общей работы на то, чтобы молодежь и дети просвещались светом Христовой истины. Наша работа на то, чтобы с разными секторами общественной жизни у церкви был диалог, направленный на то, чтобы совместно, в том числе с активным участием в церкви, принимать решения относительно событий, происходящих в обществе и в стране. И все это, действительно, по милости Божией, реализуется в работе рождественских чтений через активное участие наших мирян. И вот за это участие я бы у всех хотел поблагодарить тех, кто на приходском уровне, на уровне благочиней, епархий, метрополий представляет мирян в важном деле развития всестороннего развития церковной жизни. Ну и, конечно, вот апогеем, который концентрирует в себе все эти усилия, являются наши рождественские чтения, которые дают важный импульс для развития церковной мысли, для организации церковных служений, для оценки той действительности, в которой мы сегодня пребываем. Если говорить о том, насколько успешна традиция, сложившаяся сравнительно недавно, связанная с проведением рождественских чтений, то могу сказать следующее. При самом внимательном изучении, думаю, ни у кого не повернется язык сказать, что здесь есть что-то неправильное, опасное, сложное, не до конца вразумительное, что могло бы помешать развитию церковной жизни. Опыт показал, что все те страхи, те недоумения, все те вопрошания, которые были как бы на старте всей этой программы, они сегодня полностью ушли из нашего дискурса и вообще из общецерковной дискуссии. И за это я в первую очередь благодарю наших мирян в вашем лице, мои дорогие братья и сестры, в лице тех, кто сегодня наполнил этот храм. Также, конечно, я благодарю преосвященных владык и отцов наших, священников, которые активно способствовали и способствуют включению мирян в церковную жизнь. И видим, что вот это взаимодействие правящего архиерея, духовенства, верующего народа, создание многих и многих инициатив, которые осуществляются сегодня нашими мирянами, несомненно, обогащает жизнь церкви и, более того, помогает решать те непростые вопросы и проблемы, которые возникают на нашем историческом пути. Пути, как я всегда говорю, вперед и вверх. Потому что иного вектора движения церковной жизни быть не может. Мы не можем идти просто вперед, потому что слово вперед может быть связано просто с интеллектуальными, культурными и прочими инициативами. Но если нету одновременно движения вверх, то все это, движущееся по горизонтали, не будет иметь никакого отношения к главной миссии церкви – спасать людей силой божественной благодати. Возвышать человека над самим собой, устремлять его к горнему, к небесному, чтобы, прикоснувшись к этому горнему и небесному, через участие в таинствах, через проповедь церкви, через дела доброделания, каждый бы мог действительно прикоснуться к той реальности, которой нас Господь призывает. Сегодня служение амирян является очень важным. Не побоюсь сказать, что не знаю аналогичных примеров ни в одной поместной православной церкви, где служение амирян достаточно локально. Не хочу сказать, что оно, может быть, недостаточно. Каждый, то что называется, поступает по тому, как он может поступить. Но огромный масштаб служения амирян в русской церкви является делом абсолютно беспрецедентным. Вот об этом мечтали отцы знаменитого собора нашего 17-18 годов. И, наверное, бы вот это движение амирян, вовлечение амирян в приходскую и партиальную жизнь, уже бы в 20-х годах начало бы развиваться. Но тогда церковь наша вступила в страшную эпоху гонений. И голову сложили ведь не только архиереи и священники, но весь наш амирянский актив. Все это было изничтожено. И тогдашние безбожные власти были уверены, что никогда больше ничего подобного не возродится. А сегодня мы со смирением свидетельствуем, что силой благодати Божией, по молитвам наших новомучеников, исповедников, церкви русской, возрождается столь важное, необходимое для церкви служение амирян. И еще и еще раз хотел бы всех, кто вовлечен в это служение, сердечно поблагодарить. Наша страна, да и весь мир сейчас проходит через очень непростые обстоятельства, связанные с возникновением многих рисков. И все вы хорошо об этом знаете. Церковь ведь не является политической силой, она не вовлекается в решение внешних или даже внутренних политических задач. Но церковь, близко к сердцу, воспринимает тревоги народа, переживания людей, тем более скорби. И, конечно, не может болью не отзываться в наших сердцах и то, что сегодня происходит на просторах исторической Руси. Как враг рода человеческого посеял семена раздора. Как он породил конфликты, противостояния, в том числе и между православными людьми, ставшие безжертвами того самого междоусобного конфликта, который сегодня имеет место на просторах Руси. И у церкви, как всегда, когда народ наш вступал в эпоху междоусобиц, будь то в древние времена, средние века или в новейшее время, у церкви сохраняется еще более и становится актуальным. Великое дело примирения поверх всяких границ и конфликтов. Церковь наша – это церковь всея Руси. И Россия, и Украина, и Беларусь, и прочие страны и народы, входящие в эту историческую Русь, являются местом нашего пастырского служения. А значит, и проблемы, которые возникают, должны сопровождаться нашей горячей молитвой о том, чтобы Господь в первую очередь примирил людей, не допустил междоусобной реальной брани, чтобы укреплялись духовные связи всех народов, составляющих историческую Русь. И вот об этом должна быть сегодня особая, горячая и сильная наша молитва. Дай Бог, чтобы Господь преклонил милость ко всей исторической Руси, государству нашему российскому, которое сегодня действительно стоит перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов. И дай Бог, чтобы на эти вызовы был найден правильный ответ, который бы содействовал дальнейшему укреплению братских связей народов, входящих в Святую Русь. Верим, что сегодня эта задача является важной частью миссии нашей Церкви. Потому что практически не осталось ни одной институции, ни одной организации, которая бы, не будучи вовлечена в политическую перипетию, имела бы влияние на просторах всей Руси. И потому мое слово сегодня и к россиянам, к украинцам, к белорусам и к всем остальным, кто входит в эту историческую реальность Святой Руси. Делать все для того, чтобы враг рода человеческого, посеяв семена вражды, не добился того, чтобы брат восставал на брата. Чтобы всякие попытки этой междоусобной брани были полностью остановлены и искоренены. Чтобы мир, благоденствие и братская любовь присутствовала среди всех народов исторической Руси. Сегодня эти молитвы сопровождаются, конечно, и мыслями, и сопереживанием со всеми теми, кто лишился крова, лишился здоровья и лишился жизни. И поэтому я особо призываю всю нашу церковь сегодня усилить молитву за мир и примирение народов Руси. За то, чтобы никакие провокации, никакие соблазны, никакие семена, которые сеются дьяволом, не могли произрасти плевелы, могущие заглушить духовную жизнь, общую духовную жизнь народов Руси и ослабить свидетельство нашей Церкви. Я еще и еще раз хотел бы поблагодарить всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья, сестры, за участие в сегодняшнем богослужении и за участие в рождественских чтениях, которые, еще раз хочу подчеркнуть, стали важным духовным и интеллектуальным форумом нашей Церкви. И да поможет нам Господь через совместные размышления, через общую молитву, прийти к правильным выводам, прийти к правильным умозаключениям и обновить и нашу веру и верность Господу, и наше стремление служить единству Церкви и всему нашему историческому народу. Да хранит Господь землю русскую, Церковь православную и всех, кто с верой и любовью обращает к Спасителю свою молитву и свою глубокую веру. Аминь. С праздником поздравляю вас.